В эфире iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Андрей Соколов. Здравствуйте! Подразделение компании Disney, Disney Research, которое занимается техническими разработками, представила робота, освоившего мелкую моторику. Основная задача системы, которая называется гибридная гидростатическая трансмиссия, это отработка управления роботом операторами. Механизм включает вдвое меньше гидравлических передач, чем обычно дополняют их пневматические передачи. Такая конструкция позволяет создавать роботизированные конечности меньшего размера и веса. Они обеспечивают плавные и динамичные движения высокой точности и деликатности. Роботом управляет оператор, который через шлем виртуальной реальности видит то, что видит сам механизм при помощи собственной камеры. На данном этапе робот Disney уже научился выполнять такие непростые операции, как захват хрупких объектов. В данном случае это яйцо. Также он без труда может вдеть нитку в игольное ушко, в то время как даже людям с хорошим зрением это порой дается нелегко. Где конкретно будет найдено применение данному роботу, не сообщается. Вполне возможно, механизмы на его основе могут появиться в детских парках развлечений. А далее о любопытной программе, которая превращает любой видеофайл в произведение искусства. Ученые из Фрайбургского университета в Германии Мануэль Рюдер и Алексей Досовицкий разработали алгоритм, который автоматически преобразовывает видео, делая его похожим на полотна знаменитых художников. К примеру, технология компьютерного зрения позволяет увидеть, какими получились бы «Звездные войны», если бы их нарисовал выдающийся живописец. Художественные обработки также подверглись «Книга джунглей», «Ледниковый период» и «Облачный атлас». Разработка Рюдера и Досовицкого позволяет разложить каждый кадр видео на составляющие элементы, определить их очертания и применить к ним стиль того или иного художника. Не сказать, что полезная разработка, но выглядит занимательно. Лаборатория Касперского тем временем опубликовала неутешительную статистику. Более половины российских детей и подростков постоянно сидят в интернете. Таковы данные исследования «Растим детей в эпоху интернета». Для сравнения, показатели в Европе и США существенно ниже – 40, и 51% соответственно. Согласно исследованию, чем старше дети, тем больше времени они проводят в интернете. На первом месте по популярности у них, конечно же, социальные сети, далее идут игры и поиск информации. В лаборатории Касперского призвали родителей не оставлять без внимания чрезмерную увлеченность детей интернетом. Чтобы всемирная паутина не мешала всем остальным сферам жизни, в первую очередь учебе и реальному общению со сверстниками, нужно вместе со своим чадом осваивать цифровой образ жизни, установить определенные правила, в рамках которых ребенок может пользоваться интернетом. Ну и, конечно же, нужно заниматься с детьми, чтобы реальная жизнь была для них интереснее. На этом все. Следующий выпуск смотрите уже завтра. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok